Здравствуйте! Я показывала в предыдущих видео, как обрабатывать орхидеи, которые мы будем пересаживать. Но мне снова задали этот вопрос, и я решила все-таки еще раз показать. Может быть, где-то я не показала достаточно хорошо. Итак, прежде чем начать, мы должны обработать наши режущие инструменты. Обязательно спиртом. Можно и прокалить на огне. Спирт обыкновенный, который продается в супермаркетах, технический. Можно любым, в принципе, какой есть под рукой. После каждой обработки ножниц обязательно обработайте их, опять же, спиртом. Это для безопасности ваших растений. Я обработаю две пары ножниц, потому что они режут разные предметы. Еще лучше, если вы в каком-нибудь стаканчике замочите. Итак, ножницы наши обработаны. Следующее, что нам понадобится, 3% перекись водорода. Она продается в супермаркетах, в аптеках. Уже готовая, разведенная. Может быть, 2,8%, 2,9%, 3%. Эта перекись рассчитана на людей. Написано, что она мягкая. И она не обжигает. Вот я ее переливаю вот в такой вот флакончик с распылителем. Это очень удобно для обработки растений. Итак, приступаем. Здесь та орхидея, которую я вчера не удержалась и купила. Которая пахла очень хорошо. Но я не знаю, по какой причине, что это за мода такая. Они ее, не ее, а их держат все время в воде. И как только приносишь домой, орхидея начинает просто пропадать. Сейчас мы посмотрим. Ну, тут вроде бы с корнями у нас пока все в порядке. Гнилых я не вижу. Здесь вот небольшой кусочек мы его отрежем. Он нам не понадобится. Мы срезаем до живой ткани. Вот так, чтобы было видно. Живая ткань. Убираем все ненужное, весь старый грунт. Я старый грунт не держу. Спрашивают, как его обрабатывать. Обрабатывать его можно. Его можно прокипятить, можно прожарить. Но дело все в том, что этот грунт уже начал частично разлагаться. И он очень сильно будет удерживать влагу, что приведет к загниванию корней вашего растения. Итак, мы очистили корни. Я пойду сейчас промою, чтобы не тратить ваше время. Я покажу попозже. Итак, мы промыли корни. В общих чертах, ну вот здесь немножко мочалка есть. В общих чертах корни неплохие, но имеются следы поражений от избыточного количества влаги. Которые впоследствии могут привести к неприятным явлениям, если мы не принимем меры. Что мы делаем дальше? Здесь нет, здесь просто сухой корень. Есть несколько сухих корней, которые мы тоже обрежем. Они так или иначе высохнут. Мы отрезаем вот так до живой ткани. Не бойтесь обрезать. Здесь мне кое-что не нравится, потому что, как вы видите, гниль пошла внутрь корня. Мы ее уберем сейчас. Ножницы, как мы уже сказали, обязательно обрабатываем спиртом. Я не буду пересаживать это растение снова в кору. Мы проделаем совершенно другой эксперимент. Сейчас я расскажу, что я имею в виду. Итак, мы обрезали все сухие корни у нашего растения, несмотря на то, что оно цветущее. Я показывала в предыдущем видео фаленопсис, который мы пересадили в цветущем состоянии. Этот листик мне совершенно не нравится. Этот листик мы уберем. Он легко разрывается. Вот так вот мы его снимаем на две части и снимаем листик. Как видите, здесь у основания начинается гниение. Что мы делаем дальше? Мы просушиваем слегка наше растение. Так как у меня нет времени сейчас вас задерживать, я промокнула корни этого растения. И сейчас мы его обработаем трехпроцентной перекисью водорода, как я уже говорила. Обрабатываем мы все растение, кроме цветов. Если у вас большое растение, такое как ванда, то вам понадобится целая бутылочка перекиси водорода и большой пульверизатор. Ну, у нас сейчас небольшое такое растение. И мне будет достаточно опрыскать его вот так. Опрыскиваем очень хорошо перекись водорода. Это обеззараживающее средство. Вы все знаете с детства. Даже, по-моему, горло полоскали нам когда-то. Перекисью водорода промывали раны от любых воспалений. Она прекрасно воздействует на микробы. Оставляем какое-то время наше растение просохнуть. Итак, наше растение слегка просохло. У меня просто, как уже сказала, нет времени. Следующее наше движение. Мы берем перекись... Ой, извините, перекисью водорода мы обработали. И присыпаем отрезанные места, буквально припудриваем отрезанные места молотой корицей. Старайтесь, чтобы корица не попадала на живые участки, так как она не пропускает влагу и корни могут погибнуть. Буквально припудриваем. Если у вашего растения более сильные поражения, вы можете применить фунгинциды. У меня сейчас нет какого-то фунгинцида под рукой. Вот кроме этого, антигрибковый препарат. Здесь написано, что его нужно разводить. Минуточку. Одну минутку. Прервусь. Чайная ложка порошка на литр воды и опрыскать все растение. Хорошо, хорошо, хорошо. Промыть буквально из поливилизатора, из какого-то опрыскивающего препарата. Дать растению просохнуть, не поливать его потом, по крайней мере, 24 часа. Что я еще хочу сказать. Препараты биологические действуют дня 3-4. Их нужно повторять, любые препараты, три раза. В зависимости от того, какой препарат. Биологически, кажется, через 4 дня. Три раза через 4 дня или 4 раза. Химические препараты через 7-10 дней. Это нужно для того, чтобы убить не только, допустим, в случае, если у вас поражение клещами или какими-то другими насекомыми. Чтобы убить не только самих насекомых, но и их яйца. И сделать обработку для того, чтобы не зацепилось что-то еще новое. Но здесь не было ничего страшного. И я обработала перекись у водородок. Это тоже прекрасное средство обработки. Теперь мне останется посадить это растение. Я не буду его сейчас сажать. Я буду сажать его завтра, когда оно слегка просохнет. Буду сажать его не в грунт, а в вот такой вот мелкий керамзит. Это будет тоже эксперимент. Посмотрим, как наше растение будет развиваться. Если мое видео было вам полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, задавайте, подписывайтесь на мой канал.